Совсем недавно мы праздновали 50-летие, а прилетело 5 лет. И я говорил, свидетельствовал о своем духовном пути к Богу на 50-летие. Если кто-то пропустил это событие на нашем церковном YouTube-канале, на моем личном, вы можете это послушать, свидетельствовать на 50 лет. Я рассказывал о своем пути к Богу, может быть, самые трогательные моменты вот этого переживания моих. И я специально вчера все это переслушал, и сегодня постараюсь ничего оттуда не повторять. Но у меня есть один мой друг, близкий, он сейчас находится в репицентре, и он когда прослушал эту первую часть, говорит, «Игорь, когда будет продолжение?» Конечно, за то свидетельство я не все рассказал, что было в моей жизни. Сегодня постараюсь это восполнить. Я вам написал в приглашении, что я расскажу 7 самых удивительных историй из моей жизни. Аминь. На самом деле, их набралось там больше, но я уже сокращал, но никаких выборов 7 самых ярких. Но вот постараюсь в этом свидетельстве рассказать о самом удивительном, что Бог делал в моей жизни. Ну, вначале хочу сказать, что церковь я вас очень люблю, и вот самые дорогие люди, которые сегодня в этом зале собраны, вы действительно самые дорогие, это церковь, это братья и сестры, которые последовали за Иисусом, и мы вместе служим Господу. Знаете, каждое покаяние, каждая срезинка, каждое крещение, каждая малая группа, каждое наше переживание молитвенное, не знаю, для меня это большая радость, когда мы вместе привыкли к нашему Иисусу. Аминь. Церковь. И слава Богу за нашу церковь. В этом зале присутствуют мои родственники, это, ну, теперь все, семья моя, и другие родственники, это близкие мне люди, которые меня окружают. Ну, и, конечно, есть мои любимые друзья. И вот знаете, мне повезло, ну, не знаю, мне или одному ли, но меня всегда окружали замечательные люди. Вот о чем Павел Петрович сегодня поедал, у меня были настоящие духовные наставники, отцы. И я хотел подражать их вере. Я благодарю Бога, что на каждом этапе жизни были люди, которые мне помогали, которые в меня вкладывались. Которые были в периодах, оплодились за меня. Знаете, ну, просто удивительно, каким-то удивительным, я их называю ангелами Божьими. Ангелы не только с крыльями, ангелы бывают люди. Понимаете? И мы иногда не ожидаем, как Господь помогает. Что-то Павел Петрович рассказал про аварию, я навеял, я ее не написал сегодня, не хотел рассказывать. И вдруг вспомнил про ангела, который мне явился и помог на дороге. Я ехал на машине, был сильный дождь. И я был в районе на Ярославском шоссе, Сергиев... как там, Сергиевая лава, где у нас находится? Какой город? Ну да, в общем, там. Да. Вот представьте себе, ночь, уже темнеет, ливень, дождь, и я еду, и вдруг я шутил БАБАХ! И машина моя заплохла. А я не мастер по ремонту, я как-то далеко от дома, ночь, дождь, и первое, что у меня приходит, на мысль, со мной не было, к сожалению, ни моего сына, там, может быть, дочку, ну, кому быть примерным, я был один за рулем, я, конечно, помолился, Господь, у нас под Господь, ну, ты же все знаешь, ну, ты же можешь, я верю, ты можешь послать ангелов твоих, которые мне помогут. Вот так вот, по-детски, помолился, выхожу из машины, вот, буквально, сказал Аминь, тормози, за мной прям, стою в мягкую машину, выходит, ну, я не знаю, может, вы меня не осудите, пожалуйста, христиане, особенно традиционные, но выходит, пьяненький ангел. Ну, в прямом смысле слова, он едет, стоит на ногах, и я сначала подумал, наверное, Господи, подожди, в роде лично, знаете, мы обсуждаем кого-то, ну, в белых одежды, там, я не знаю, он выходит, мужик пьяный, говорит, что случилось? Я говорю, я не знаю, что случилось. Короче, он меня берет на прицел, тянет куда-то в горах, какого-то там друга своего разбудил, давай, они мне все сделали, денег мы взяли, и я поехал, и я подумал, вели Господь. Ну, просто я, знаете, мы иногда Богу пытаемся нарисовать слой, какой-то сценарий, а иногда он в нашей жизни приходит очень необычно. Как быстро летит время, как стремительно проходит жизнь, не знаю, наверное, это только у меня, с каждым годом все быстрее и быстрее, или у вас тоже. Я просто, я удивляюсь. И, как в советские времена были пятилетки, и всегда стремились в пятилетку за три года, ну, до строк, чтобы закончить. А у меня вот сейчас хочется пятилетку за семь лет хотя бы, а лучше, да, за десять. Вот я бы согласился, что моя пятилетка была подлиннее, но, как говорится, увы, не лет наших, 70 лет, считаем, в 89-м псалме, при большей крепости 80, жизнь проходит быстро, и мы летим. И мы летим. И мы летим. По-моему, на 45-летие я делал видео, если кто помнит, я играл в музыку, там свое произведение, и там горнолыжник летел, вот, объезжающий препятствий. Помните? Ну, кто был 10 лет назад? Вот. Это вот где-то похоже на мою жизнь. Мы объезжаем препятствия с большой скоростью, одно препятствие, где-то увернуться, мы понимаем, что нам нельзя останавливаться, потому что ты просто упадешь и полетишь. Вот мы летим, мы летим по этой жизни в вечность, которая всех нас ожидает. 55 лет это много или мало? Ну, конечно, это уже за перевал, ну, я перевалю. Я, кстати, готов кому-то 20 лет подарить. Бессерьезно, бесплатно. Знаете, на прошлое 50-летие я как бы не специально, я перед, ну, я как-то в молитве мне пришло, у меня бывают такие моменты, как озарение, как откровение, я не знаю, как правильно назвать, но я загадал как бы одно желание и думаю, вот сколько мне осталось жить? Вот я не знаю, просто сбудется оно или нет, я просто вам об этом слов говорю. Я загадал, сколько мне жить на земле? И вы знаете, сколько мне Господь сказал 5 лет назад? Сказал, что я прожилу. 103 года. Я, честно говоря, немножко не ожидал и до сих пор, я не знаю, я не знаю, но как будто многовато. А с другой стороны, все такое 103 года. Вот Павел Петрович, правильно, сегодня проповедовал? Кому-то Бог и 130 дает. Мы не знаем, как будет жизнь развиваться, как мы, но пусть Господь благословит, если оно сбудет, все будут только рады. Да, кстати говоря, наш президент страны и то оценил меня. Он говорит, Игорь, ну, подойди, до пенсии, я думал, что мне до пенсии 5 лет. А он говорит, нет, ты еще молодой. Правильно? Поработай еще 5 лет, да? Доживешь до 65 лет. Хорошо. А нет, ну, еще лучше. Так что, знаете, я так думаю, если у нас президент так оценивает, что мы молодые, прекрасные, но на самом-то деле, по-любому, 5 лет до 100 лет пенсии или 10 лет до современной. И думаешь, ничего себе, был молодым, юноши там, вот, и вдруг пенсионные какие-то возраста впереди. Я долго думал, справлять этот день рождения или нет. Многие мне говорили, не надо, не стоит, потому что, ну, зачем? Поскромней, позавеет друзей, близких, они тебе точно придут, конечно, придут. Моя семья, там, Павел Петрович, вот. Но, я долго сомневался, скажу откровенно, 3 недели назад я получил ответ от Бога, подарок от Бога. И это было мне как знак, что надо все-таки собираться. Знаете, у меня есть, ну, так получилось, что последние, вот, 5 лет я оказался в долгах. Ну, большие долги, они, как-то, пришли с равных сторон, неожиданно, все вместе, и, в общем-то, я скажу так, вот эти последние 5 лет, я так тяжело и много не работаю, я очень тяжело и много работаю в последние 5 лет. Без отпуска, без всего, потому что у меня было желание, цель, и моя молитва Господу, каждый день я молюсь, знаете, о чем? У меня есть мечта. Не оставаться никому, ничем, должным, кроме взаимной любви. Кстати, хочу сказать, эта мечта, я верю, очень скоро сбудется, очень скоро сбудется. Я думаю, в течение 5 лет тогда надо сбудется, но если Господу будет угодно. И вот, какой мне Бог подарил подарок на мое 55-летие? У меня есть старый друг, он взял когда-то в России, потом он взимнился на американке, уехал в Америку, и мы с ним достаточно близко общались, я был у него даже в гостях в Америке, и так далее, и тому подобное, он достаточно успешный человек в плане финансов, и он мне оказался должен, но я не буду сумму называть, очень большую сумму денег в долларах, он мне остался должен. Ну, сначала я ему писал напоминалочки, как друг, я говорю, друг мой любимый, ты ты в Америке, а мы ты в России, вот, ну, он мне говорит, да, завтра, чуть-чуть, подожди, потерпи, потом он перестал мне отвечать на письма, а потом он мне написал письмо, Игорь, извини, у меня кризис среднего возраста, у меня проблемы, я долг тебе отдавать не буду, благослови тебя Господь. Я продолжал поздравлять с днём рождения все эти годы, вот, он мне, он уже не откликался, ну, как бы, не да, не да, но я его продолжал поздравлять. И вдруг, вот, три недели назад, я просыпаюсь утром, и у меня от него сообщение, срочно мне позвони, ну, я набираю его номер, я говорю, что случилось? Он говорит, представляешь, ты мне сегодня не приснился? И Господь, ну, я не буду рассказывать, в каком виде, но, и Господь мне четко внятно сказал, отдай ему деньги. Слушайте, двадцать лет прошло, но я знаю, где у меня какой был сигнал, я же прослезился. Нет, вопрос не в этом. Вопрос даже не в этом, что он вырос, он не вырос, а в том, Господь двадцать лет, двадцать лет, не два года, не два месяца, ждал, чтобы мне подарить, подарить. Причем, я уже и не ждал. Я ему по телефону сказал, говорю, я тебя уже давно простил. Я у тебя даже не прошу, я у тебя уже все равно простил. Я ему последние годы не просил, не трехал. Я подумал, какой чудесный у нас Господь, который через сон напоминает человеку, живущему в другой стране, который меня не видел. Вы представляете себе? У него там своих забот хватает. И он каким-то образом посылает этот сон. Но эта история еще не закончилась. Там сумма определенная. Как раз эту же сумму я должен еще одной семье в Америке. Но я думаю, что он будет мне там их пересылать? А потом, ну, я говорю, а давай мы сделаем так. Ты вот пошел по тому адресу эту сумму. Там как раз ровно, та сумма, которую я должен. Я напишу письмо и говорю, сейчас я напишу тебе телефончик человека, который мне пришлет деньги. Долг. А мне тот человек, человечек говорит, а мы вам уже давно все простили и мы от вас ничего не ждем. Представляете себе? Слушайте, я второй раз слезился. Говорят, а мы уже вы вам подарили и мы не хотим ничего обратного. Я думаю, Господи, какое же тут чудесное. Какой же ты великий, какой же ты прекрасный. Аминь. Вот знаете, кто-то скажет, что это простые истории. Я не знаю, бывает ли в вашей жизни, бывает ли не бывает. Но для меня это значит. Для меня это великий знать о Божьей любви и заботе обо мне лично. Я не знаю, почему Бог меня ведет таким путем, но сложно, именно последние годы. Ну, может быть, я потом пойму, до конца. Но я понимаю, что все равно это путь Божий. Это путь, который приведет и меня к радости, и все равно Бог меня внимательно за мной наблюдает и благословляет. Поэтому, когда я получил эти знаки, я думал, надо собираться. На прошлой неделе я был на похоронах. Наша дорогая сестра Валентина Васильевна умерла. И так получилось, что от церкви я был всего один, потому что была подготовка к свадьбе. И были неверующие родственники ее. Слава Богу, они, Владимир Иванович, Юлия, пастор Юлия Натальфу постоянно посещали. Они прям вот с такой любовью многие годы наша церковь продолжала заботиться посещать эту сестру. Но я вот про что. На похоронах я был в пасовской рубашке и там неверующих собралось, что-то 50, наверное. Я так понимаю, почему на похорон люди собираются больше, чем другие события. так принято, что ли. Я не знаю. Короче, я проповедовал, говорил. Я плохо, мало знал эту сестру, но я столько добрых слов говорил. И потом я говорю, а может быть, вы что-то скажете про вашу бабушку, про маму? И наступила тишина. Они принесли все цветы, цветов кучи. И только внучка пару слов сказала, она была хорошим человеком. А другая родственница близкая сказала, а я жалею о том, что вот я так редко к ней приезжал, разговаривал, я так хотелось ей много сказать, говорить, а теперь-то чего говорить, ее уже нет. Понимаете, братья и сестры, почему нам нужно встречаться в церкви, чтобы говорить друг другу слова любви, обнимать друг друга, делиться Божьим и благословением. И я верил, что в этом есть воля Божьей. Когда мы можем друг друга обнимать, пока мы живем. Аминь. Вот это, пусть Господь нас благословит в этом. Самое дорогое это иллюния. И в дружбу, в любую, в дружбу надо вкладывать. Отношения надо развивать. Отношения всегда чего-то стоят. Они не бывают, ну, бесплатные. Поэтому ты должен и время, иногда и деньги вкладывать в отношения. И все важные события я верю, должны происходить в церкви. Я очень рад, что в воскресенье не все были в центральной бакистской церкви, где было венчание у Тимофея и Жанна. Мне кажется, это прекрасно, когда в церкви венчание, когда в церкви мы можем молиться в дни рождения или в какие-то другие события, молиться за ребенка. Мы должны благословлять друг друга обнимать и молиться друг за друга. Один. Короткая биография. Короткая биография. Очень короткая. Я родился 25 августа 1965 года в христианской семье. Покаялся мне было 15 лет. 1 июля 1980 года перед Олимпиадой. Крещение принялся через 2 года. Мне было 17 лет. 5 сентября 1982 года. Я пропускаю, но с об этом я рассказывал в той первой части, которую, я надеюсь, вы все-таки посмотрите, если вам будет интересно. Я закончил школу с 3-4, учился очень хорошо. И из двух экзаменов поступил в институт Менигай, факультет оптического прибора строения. Ну, вообще тогда мало кто учился из христиан, потому что многие понимали, что шансов закончить институт, получить высшее образование, было очень мало для христиан, потому что я не знаю, почему я пошел, но, наверное, потому что папа закончил имел высшее образование. И он нам говорил, кстати, тоже Менигай. И мой брат Алексей тоже закончил Менигай. И у нас такая шутка была, у кого не хватает Гарик, поступайте, Менигай. Ну ладно, это такая... Вот. И были гонения в то время, в 82-й год, Брежне, братья, служители нашей церкви, других церквей сидели в тюрьмах, и я поступил досрочно, было 4 экзамена, я все с двух экзаменов поступил, получил 4-5, ну тогда была такая вот система. И меня вызывает декан, буквально через неделю после начала учебы, он такой взволнованный весь, Игорь, я смотрю твое личное дело, я не понял, ты что, не комсомолец? Я говорю, нет. А как ты вообще сюда поступил? У нас же секретный военный факультет, факультет оптического прибора строения. Это не только факпарат, догадывайся, да? Где общая электроника? Все прицелы, и все остальное. И он мне говорит, он мне 5 сентября сказал, если ты за полгода, вот сейчас я вступил, «Комсомолец, мы тебя очистим». Как вы думаете, меня могли очистить? Легко. За неуспеваемость. Я, конечно, мне не хотелось, чтобы тебя очистили, но я доверился Господу, помолился, говорю, Господи, да будет воля Твоя. И меня не трогают, проходят первый курс, второй курс, третий, 85-й год, а я не понял. И он меня не вызывает. И про «Комсомолец» ничего не напоминает. Я думаю, что-то я не понял. Ну, странно, да? Согласитесь. Никакой работы со мной никто не ведет. Вот. А в 85-м году, в 85-м году был фестиваль, как международный фестиваль студентов, там еще кого-то. И мы работали с отрядом в крутой гостинице, обслуживали журналистов иностранных. Ну, кормили их. Накрывали столы, убирали посуду, мыли и так далее. И вот, и вот, меня перед самым этим как бы фестивалем, летом, ну, перед тем, как мы вызываем, опять Никак прибегает весь такой белый, срочно, срочно, так и в кабинет. Ну, я прихожу, два офицера, они прямо так и представляют, майор КГБ, капитан КГБ, ну, Никак стоит весь белый, вот такой вот, ну, и я тут. И они мне говорят, «Игорь, мы с тобой внимательно наблюдаем, ты хороший парень». Я тогда понял, почему они меня три года не трогали. И они мне такие пару примеров из моей жизни, ты там на кардионе ты еще играешь, то есть они мне дали понять, что они знают такие вот вещи, о которых знают только очень близкие люди. то есть, скорее всего, за мной был представлен какой-то человек, скорее всего, из моей группы, я даже на кардионе не буду слуг говорить, ну, мне кажется, если я прям в точку знаю, потому что я ему доверял многое. И он докладывал, он работал на КГБ, писал какие-то отчеты, получал за это деньги. Ну, я так, да, и они мне говорят, «Слушай, Игорь, ты хочешь тут заработать? Ты же студент? Ну, какой студент не хочет заработать?» Степене было 40 рублей в то время. Ну, вот. А я говорю, «А что надо делать-то?» Ну, ты будешь вот сейчас в фестиваль, ты внимательно слушай, о чем говорят, значит, за столиками, просто будешь написать отчеты. Ты хорошо языки знаешь, давай, все. И мы тебе будем деньги подать, 120 рублей. Как вы думаете, ситуация? Знаете, а я-то понимал, я сразу понял, куда-нибудь будет, фестиваль закончится, а я стану тайным агентом за деньги, правильно? А я не нужен для чего? Как вы думаете? В то время я уже был членом церкви, один же хватит молодежи и так далее, у меня родственники замечательные, вот, много. Я четко понимал, что их церковь, церковь, они хотели меня завербовать, чтобы я работал внедренным агентом в церковь. Я не знаю, я вот об этом открыто говорю, я не счастлив, что об этом говорит. И я судьбу молюсь, я думаю, «Господи, ну, как мне в этой ситуации поступить? Как мне сказать им так, чтобы им, ну, с вами не обиделись?» Вот. И я говорю, я говорю, «Вы мне предлагаете работу, но знаете, я живу пока в семье моих родителей. У меня есть замечательный отец, мама, и у нас есть такое правило, обо всех серьезных вопросах мы договорились совещаться. Поэтому я когда приду домой, я говорю, я с мамой, с папой посоветуюсь. Один из них скачет, ты не имеешь права, это секретные встречи. Я говорю, я не знаю, я советуюсь, у меня отец, говорю, мудрый человек, они там, я четко понимаю, кто мой отец, понимаете? Я сказал еще, более того, я добавил, я когда приду, я еще и в церковь скажу. Ну, тут они вообще все побелели, иди отсюда! Прям, чуть ли не ногой меня вытолкнули, иди отсюда! Ну, я вышел, 85-й год, еще не, Горбачев еще на горизонте даже не намеревался появляться. Это были такие темные годы гонений. Я, конечно, взволнован и думаю, ну, что, могут арестовать, могут еще что-то сделать. Я не знаю, что они могут сделать. Они будут делать все, кто угодно. Я пришел, сказал родителям, на молитвное собрание в пятницу, встал, говорю, брать и сестры, меня вызывали, предлагают сотрудничество и другая. Помолитесь обо мне, что Господь дал. Ну, какой я после этого агент, если я всем рассказал? Правильно? Я не знаю, я продолжал переживать за эту вербовку, попытку вербовки, вот, но, наверное, что времена поменялись, Горбачев пришел. Я не знаю. Ну, короче говоря, вот это была неудачная попытка меня завербовать. И на следующий год мы поехали в Гагра отдыхать вместе с Надей Румачев. И мы с ней были в Новоарфонской пещере, там есть пещера Симона-Канонит. Кто-то был там или нет? Ну, такой интересный, там реально кто-то жил, ну, Симон, не Симон, но это один из учеников Христа. И вот мы с ней зашли, какую-то песню стали петь вдвоем, а там акустика. и, значит, заходят два грузина, два, ну, ну, мы видим, что это братья. Они такие подбегают к нам. Вы откуда? Я говорю, мы из Москвы. Вы из Москвы! Вы какие счастливые! 85-й год. Я говорю, что случилось-то? Пробуждение придет, всех узников выпьют на свободу, и вы это первые увидите. Это было пророчество. Я не поверил тогда, я вам серьезно говорю, я так внутренне улыбнулся, думаю, какие-то горячие грузинские братья. Мало ли кто-то что-то на пророчество. Но мы-то понимаем, что буквально уже на следующий год, или там год или два прошло, и все узники оказались на свободе. И я вот просто ценю это пророчество. Знаете, некоторые говорят, ну, я хочу, чтобы вы были внимательны к тому, что в вашей жизни происходит, даже когда вы в это не верите. Я тогда в это не поверил. Я просто это услышал, только потом я понимаю, что это было слово от Господа. Как они его получили, я не знаю. В молитве, но они прям говорят, вам повезло, вы первые это увидите. И вот мы прислали стройку, горбачок, мы оказали, мы пошли проповедовать на арбат, это было удивительное время. Мы выходили на улицу вечером, брали, гитару, пели, и вокруг нас всегда собиралась толпа неверующих, которые просто засыпали нас вопросами о вере, в Бога. Мы беседовали, иногда спорили. Несколько раз нас там арестовывали местные милиционеры, в местное отделение отводили. Ну, то есть, форсал перестроек, ветер перемен, воду, свобода, и мы тогда еще до конца не понимали, как это все для Господа в конечном итоге, ну, как это сработает, для славы Божьей. мы просто вот были послушными к Богу. И в то время я работал на ПМЗ, Красногорский механический завод, три года после окончания института, я честно отработал, вот. И это история о том, как Бог благословляет пенсионерам. То есть, как Бог дает поддержку для слугей. Я пришел, у меня было 120 рублей зарплата в советские времена. Ну, инженера. Нормально средняя зарплата, да? Через три года, как вы думаете, какая у меня была зарплата? Три года. 320. 320. Это были, наверное, самые лучшие годы в плане материального обеспечения. Мы с тобой с Леной поженились. И вот, я говорю, ну, 320 советскими деньгами, и я принимаю решение уходить в завод. Я говорю начальнику, Сергей Александрович, я ухожу. А он меня готовил на свое место. Он говорит, Игорь, ты же мой зам. А он уже на пенсию собирался. Ты же будешь начальником лаборатории ОТК. Ты же сможешь вот еще больше получать. А я говорю, Сергей Александрович, ну, что меня сподвигло у ГИТа? Две причины. Во-первых, во-первых, я был заведитель в начале ОТК, были в параде Зенит, фотообъективы. Я ставил печать, что фотообъективы годные. Я вам скажу по секрету, брака был до 80%. Но нас заставляли все это пропускать. Стоит за тобой в начале в цех, в начале лаборатории и говорит, наш цех не получит зарплату, цех фотокамер не получит зарплаты. Поэтому и горизлим. Я говорю, подождите, если у меня есть печать ОТК, если я имею право пропускать или не пропускать, дайте мне это право. Ну, короче, я мучился в правильной индустрии своей и говорю, я просто не могу, не хочу участвовать в этих схемах. Но параллельно, когда я работал на заводе, я познакомился с начальником цеха, Колобашиным Сергеем Ивановичем. Ну, я ему проповедовал, мы все ходили обедать, я ему много говорил о господи. Он со мной совпадетовался в плане семейной жизни, у него было много вопросов. И он, значит, со своими друзьями организовал кооператив, тогда вот началось это движение, и он мне говорит, Игорь, Игорь, уходи с завода, приходи к нам работы. Эта компания называлась Ками, они даже реклама первого канала, очень крутая фирма была. Я говорю, Сергей Александрович, а что он мне предлагает? Да, он говорит, мы тебе будем платить 500 рублей. Почему я ушел с 302 на 500? Вот. Я говорю, а что я должен делать? Знаете, мне поразило, он говорит, ты будешь приходить к нам в офис, молиться о нас и консультировать по духовному вопросу. Он знал, что я музыкой занимаюсь, у тебя есть синтезатор, и дома пиши музыку, и все, что ты хочешь, делать для Господа. 500 рублей! Нет, я, понимаете, я в таком шоке тогда был. Ну, я, конечно, я года 3, наверное, у него работал, пока его не убили. Мужики 90-е. Вот. Отдельная история. А за это время, пока я, как бы, у него... Ну, что я делал? Я действительно, что делал? Я просто за них молился. И у них делали в город. Не потому, что я молился, не думал, что я какой-то там, ну, какой-то особенный. Я просто молился. Я им всегда говорил, Господи, приглашал на всякие инвестиционные мероприятия, был у него много раз дома. Ну, так вот, просто. И в то время приехали братья из Америки, христиане, и говорят, мы ищем прокурку для бизнеса. Ну, а я никого не знаю, кроме Калабасина. Я говорю, у меня вот есть, говорю, друг один. Вот вроде как, ну, фирма у них есть. Давайте попробуйте, поговорите. Короче говоря, они стали вести переговоры, они договорились о крутейшем бизнесе. Вот это камень нация, российская, а не американская. И они, значит, ну, там, на многие-многие очень крутой у них проект. И все, они подписали, все договорились. И вот они, значит, приезжают в Москву, в ресторане встреча, посвященные праздничному подписанию договора. Три брата христианина из Америки, трое моих, ну, коллагодарственные, его два, трое неверующих. Ну, и я тут седьмой, для полноты счастья, да, сижу, за столиком, ресторан, там, все накрыто. Ну, и я стою, ну, давайте выпьем за процветание нашего дела. Знаете, я не хвалюсь. Я сказал, говорю, дорогие друзья, я вас очень люблю, но я с вами пить не буду, я вот сок себе налю. Они, ты что, ты нас не уважаешь? Братья христиане тоже выпили. Но я, я стал светом принципом своим. После этого мне Сергей Александрович сказал, после этого, он говорит, я тебе еще больше забота. Ты потому что человек словом. Ты даже в нашем присутствии не прогнулся. И тебе важны принципы, и даже вот мы тут, и даже твои друзья, вот христиане, ну, они что это христиане? У них просто немножко ну, другие взгляды. Порой, как в Америке, ну, я не знаю, там Радуи Церкви есть, я не хочу там судить ничего, просто рассказываю, как есть. И вот он у меня, как бы, знаете, иногда в жизни, не то что иногда, всегда надо стоять твердо. Может, не всегда у нас это получалось, стоять в вере, идти этим путем веры, чем Павел Петрович проповедовал. Но стоять в вере нужно. Пусть Господь нас в этом благословил. Да, и в то время, когда я работал в КАМе, вот в этой организации, писал музыку, образовался Центр Ревангелизации, миссия, христианская миссия, российская. И мы стали мечтать и молиться о том, чтобы создавать новую церковь. И вот мы, три служителя, это Алексей Николаевич Кручинин, сейчас он пастор Красногорской церкви, Михаил Петрович Румачик, пастор Ревангелизации, и я. И столичный Николай Николаевич сказал, я вам первый год помогу, а потом как бы вам уйду. Мы начали служение в городе Истре. И когда мы создали Центр Ревангелизации, еще какой вклад от нашего партнерства в скаме, они мне говорят, о каком петапе, Игорь, все-таки ты нам скажи по-честному, чем мы вам можем помочь? Я говорю, ничего не надо. Ну, я говорю, я вас познакомил бескорезно. Ну, скажи, чем мы можем вам помочь? Я говорю, вот у нас Центр Ревангелизации, нам нужна аппаратура. И они нам купили, и тогда это были вешенные деньги, компьютеры, бринтеры. Короче, полностью нас оснастили технику. Начало 90-х, вы даже не представляете, сколько это все стоило. Я даже сейчас не помню, но сам факт. И вот таким образом Бог поддерживает служение через совершенно неверующих людей, с которыми у нас есть отношения. Иногда люди не всегда могут быть в цехе по каким-то причинам, но они могут как тайно-негодимы просто служить материально. Может вам это пригодится, эта история для каких-то отношений. И когда мы стали, я стал миссионером и служителем города Искрии, об этом я только пропускаю, просто раз очень подробно много рассказывал. Это было удивительное время, слава Богу, за эти чудесные времена, когда Господь прилавил спасение в церкви. И мы стали, я даже не помню, откуда эта идея пришла. Ну, наверное, потому что я музыкант. Ну, какой-то раз появилось желание приобрести крутую аппаратуру и проповедовать Слово Божие через музыку. И мы купили дорогущий портал в центре Ставстанаймена, группа цветов, Парк Горькова. Мы к ним приехали, мы говорим, ребята, нам нужна аппаратура. Они говорят, какая? Мы говорим, самая, такая средняя, мощность, чтобы на улицах, на стадионах могли. В общем, короче, у нас такие порталы были, аппаратуры всякие. Мы арендовали в нашем дедовском доме культуры комнату, стали собираться, играть. И у нас появилась идея создать музыкальную группу, которая потом была названа группой Слово Жизни. Не знаю, почему Слово Жизни, кто-то сказал, давайте назовем Слово Жизни. Это не связано со Словом Жизни московским. Они, наверное, часто говорят, вы у нас название взяли, или мы у вас. Я не знаю, просто так совпало. Я почему это рассказывал? Мы наметили первый концерт 1 марта 1993 года. Мы начали готовиться, у нас было 5 человек, и у меня был тогда синтезатор, мне такой, чуть по... Yamaha S-Y-77 и всю музыку, которую я делал, у меня ходил вот на такой дискетке. То есть, я дискетка вставлял, смотри, еще 90-е годы, дисковод, и, соответственно, я мог считать. И вот, последняя репетиция, завтра у нас должно быть первое, первое концерт и в Андрессоне, в детском доме культуры. Я приходу вечером, у нас уже все готово. Я вставляю дискетку, и она не считывается. Представляете себе? Ну, я в таком недоумении, в шоке. Говорю, подожди, господи, ну мы же твое дело делаем. Мы же что хотим завтра? Мы хотим собрать людей, словом сказать, тут полный зал неверующих людей, битком, люди в проходах стояли. Ну я же не могу играть, я был клавистиком. Я же не могу выполнять эту функцию на лучшем образом. Как ты это задумал? И я ее и так, и так потыкал. Пошел к своему другу компьютерщику, он самый крутой у нас в дедности. И я ему говорю, Саша, беда, дискетка не читается, сделай что-нибудь. Он ее покрутил, там какие-то программы, туда сунул, сюда сунул, посмотрел на нее, еще бы, сейчас подойди, сейчас еще одну программу проверю. Потом вынимает и говорит, Извини, дискетка не дохла. Я даю мне ее. Ну я, я не знаю, я, ну что я могу сделать? Ну, а мне тогда мудрость не хватало, что надо делать дубликат. Это то, я только сейчас понимаю. Если ты сделаешь что-то стоящее, сохрани, сделай опиум. Это я вам совет бесплатно даю. Ну так, на всякий случай, куда-нибудь в полблока выложите что-нибудь самое ценное. Не только на телефоне храните фотографии, видео, а то, как потеряется телефон, можете потерять, что-нибудь социальные, драгоценные, контакты, телефоны и т.д. и т.п. И я, утром, это было, следующий день был воскресенье, я, ну, собрание было в Истре, а я уже на Красном Октябре, и я иду, утром помолился, иду в церковь, в послужение, сердце, ну, не на месте. И вдруг мне голос, у меня такое редко бывает, вот, я не знаю, так голос души, и он говорит, зайди в студию и ставь дискетку. А у меня времени нет, я на электричку бегу, я говорю, господи, ну, я вчера уже столько раз пробовал, подожди, а у меня голос, зайди в студию и ставь дискетку, зайди в студию, прям голос, ну, я послушно захожу, вставляю, и, что вы думаете, один раз она прочиталась, и все. Я, конечно, все сохранил, быстренько, на другую, потом думаю, ну, а другой раз попробуй, и все, она больше не читала, что там он мне как правил. Я, знаете, в этой истории тоже вам рассказываю как о удивительной истории моей жизни, свидетельство славы Божьей. Бог, иногда вас добудет до того момента, как Петрусин проповедовал, когда уже нос за носит Абрам, понимаете, и вдруг говорит, посмотри, там есть вера. То есть, вот, мы можем и доходить до такого момента, края, где-то действительно нужно включать веру, послушание Богу. Иногда Бог вот доводит до самого такой, ну, конечно, нам хочется все поспокойно, чтобы оно было нормально, без всяких потрясений. Вот такая была у нас история. И мы нашей группой «Сторож в жизни» сыграли где-то 25 больших концертов. Мы играли во всех домах культуры, в Истре несколько раз, в Нигерях, в Геновске, в Красногорске, на Зеленом театре, в Строгеном на площади. И 25 таких больших. Мы ездили еще в Латграден, и других городов, в Подмосковье. И наша группа распалась через несколько лет. Знаете, в какой причине? Все наши музыканты стали пасторами церкви. Я в этом говорил в прошлый раз, поэтому, ну, я просто сейчас повторю. Я служитель церкви, Георгий Поперкин, пастор церкви Стремино, Володя Дорофеев, пастор Волоколамской церкви, Виктор Васильевич, пастор Дедовской церкви на Московской, Алексей Кручинин, пастор церкви в Красногорске. И мы распались не потому, что мы поругались, или нам надоело, а потому, что мы стали, ну, больше стало служение, больше нагрузка, и мы разошлись созидать церкви. Но музыкальное служение продолжалось, и в 84-м году, ой, в 94-м году, извините, то есть 3 года, год спустя, да, к нам дедствия приезжал известный музыкант Девец Соруханова. Знаете такого? Не знаю, какую песню поет? Какую песню поет? Ну, что-то он поет. Игорь Соруханов. Ну, короче, он приехал в Дедовск, и он зашел к нам в студию, и я не помню, мы как-то, он говорит, вы ребята кто? А я говорю, ну, мы слово жизни, христианская группа, хотим проповедовать Евангелие. Он говорит, и что, получается? Я говорю, ну, вроде как, как-то тихоньку, проповедуемся, да? Он говорит, чем я могу вам помочь? Я сначала не понял, ну, не знаю. Вот я готов вам помочь. Короче говоря, в то время у нас у братьев, местных, служителей, появилась идея, записать старые христианские песни, группа Утиферия. Тогда еще названия не было. И мы, ну, какая у нас была идея? Просто, чтобы эти песни не умерли. Чтобы, я надеюсь, мы сегодня парочку поем, все-таки, когда придет, Алексей Васильевич, вроде обещал, Михаил Петрович, ну, и, может быть, общим пением. Но на самом-то деле, я думаю, что мы цель не сильно достигли, все-таки эти песни умирают. Ну, у меня такое ощущение, или я ошибаюсь. Но я их пою, я их очень люблю. И он бесплатно, мы ездили в Москву, в его студию, он нас бесплатно записал, и мы выпустили два альбома. Ну, на аудиокассетах в то время, два альбома группу Утишения. Кто слушал группу Утишения? И все, и все. Ладно. Вот. Ну, я, да, может быть, там все очень просто, там одни голоса, по сути, делалось, но мы пели от души. И я не знаю, как эта мысль пришла. Мы когда поехали потом в Германию, стали евангелизированы с этими кассетами, и вот как-то пришла идея. В то время такой был голос в христианском мире, ну, в плане музыки, вообще ничего не было. И мы как-то, вот, небольшие деньги, которые у нас появились, мы выпустили третью кассету. Я не помню, по-моему, группу Бальзама. Кстати, Бальзама, где-то, Дима, с Леной, или у вас, в Москве Бальзам, по-моему, мы третью их выпустили. И вот мы так потихонечку стали выпускать аудиокассеты сначала, и, вы не поверите, мы их тысячами продавали. Мы стали крупнейшими распространителями христианской музыки на территории Советского Союза. Мы выпускали в месяц приблизительно 3-4 новых альбомов. Ну, некоторые мы сами записывали, некоторые нам задавали готовые. И вот, это было, такое служение у нас появилось, появился христианский музыкальный центр слова жизни. Работало в лучшие времена 8 человек там. Ну, не знаю, хорошая или нехорошая зарплата, но зарплата была. И доход был, и мы рассылали очень много. Потом появились компакт-диски, ну, это другая технология. Мы радовались. Потом появился интернет, и я еще думаю, ну, наконец-то, господи, ну, теперь вот такие возможности. И я тогда не понимал, что интернет убьет нас эксклюзивность. То есть, у нас почему-то все считали, в том числе и христиане, что музыку, фильмы можно скачивать бесплатно. Правильно? В интернете. Ну, лежит в интернете, брак ничего. Ну, взял, скачал, послушал. русовоков, какие вы любите, слушайте. На бар. Взяли, скачали, послушали. Правильно? Братья записали, ну и слава богу. А я буду слушать и наслаждаться. Ну, и, в общем, короче говоря, так получилось, что наш музыкальный центр, по сути дела, умер. Осталось два человека в нем. Яд, жена моя. Вот. мы еще. Да, но мы перестали делать музыку, и какое-то время мы фильмы пускали, рецензионные. Но, так как это не востребовано, вот, поэтому пришли эти трудные времена в плане финансов, потому что, ну, не знаю, может, как я не прочувствовал это время, не знаю, почему все так произошло. Но все эти годы, 90-е, я же рассказывал про 90-е, да, мы жили бедно, но благословенно. Я просто вам хочу рассказать еще несколько историй самых чудесных. Одна история такая. Мы уже жили в квартире в нашей, на Красном Октябре. И каждое воскресенье мы с семьей, у нас не было машины, у нас было двое детей, вернее, тогда один, когда свечка была, а здесь еще не было. Короче, мы всегда пешком, на электричку, в церковь, и все об этом знали. В то время в дедовской, в дедовской, здесь вот, в этой церкви, появился брат, ну, прямо из тюрьмы, пришел в телогрейке, и говорит, я сидел с Николаем Николаевичем Хручинием, ну, мы его все знаем, от наших убитей, но он меня дал в окадрес, и сказал, я принял, обогрею, накормлю, ну, правильно, Ваня такой. Помнишь, папа? Высокий, красивый, не помню, за что он сидел. Короче, мы в Ваню в это вкладывались по-серьезному, потому что он, мы его устроили на кирпичный завод, после ИСК, следующая остановка Чеховская, там общежитие ему дали, он ходил в церковь, и у нас сначала пропал синтезатор в церковь, а в то время, я помню, что он не верил, невероятных денег, нам тот его подавил в церковь, но он все-таки был, и я помню, папа собрал всех братьев, на колене, говорит, так, встаем на колене, и молимся Господу, вот кто из вас сбор, скажите честно, но никто не признался, мы помолились, мы не знали тогда, кто и кто это сделал, вот, а Ваня часто ходил к нам домой, и мы его чаем поели, и т.д. и т.п., короче, он четко знал, что у нас в воскресенье дома нет, потому что мы в церкви, а мы их им на пятом этаже, и они в воскресенье со своим другом привязали веревку я так быстро не был, на пятом этаже забывать форточку, они, он залез в форточку, значит, это его напарник, и он, и они нас обворовали, ну, мы жили бедно, там особо два, это нет нас, он не на форум был, и, два, извините, нет, главное, там у нас была куча, небольшая куча денег, я помню, я не помню, ну, как-то, она как-то стояла с краю, вот, я думаю, деньги нам точно взял, нет, деньги почему-то, то ли не увидели, им не важно, а сосед услышал, сосед услышал, неверующий, что кто-то там покрывается в квартире, а он знает, что вы в церкви, и он, значит, набирает номер, мне звонит на вахту, я проповедую в церкви, в Мисельском доме культуры, заходит вахтер, и говорит, Игорь, вас к телефону, я говорю, извините, я сейчас уже закончу пробовать, нет вас срочно, я говорю, в церкви, там, не помню, спойте песню, выхожу, мне говорят, вас обворовали, начальник Великоскопа, здравствуйте, капитан такой-то, вы где, вы быстро, срочно домой вас обворовали, мы взялись по личному, писаете, мне чувствуют, и я возвращаюсь, проповедовать Евангелие, а мысли такие было, я думаю, кто чего, ну ничего не сказал, как там, вот, я ехал, мы ехали домой, я не могу вспомнить, почему мы приняли это решение, но как-то у нас с Веной сразу появилась мысль, что этого человека надо простить, вы не знали, кто это, ну, мы приходим домой, значит, милиция радостная, представляете себе, у них же галочка, они их поймали, реально, преступника, они такие радостные, они их на выходе, они с сумками выходили, и они их на выходе, значит, взяли, ну, соответственно, мы ничего не потеряли, имущество, все тут, вот, и они нас поехали в отделение, там вы увидите того человека, вот, и я захожу в наше дедушкое отделение, вот на месте перекрестка, где сейчас вот перекресток, у нас там была отделение милиции, и вы не представляете вот этот момент, я смотрю в эту камеру, ну, камера, в предварительном включении, у них здесь, с гудом, и сидит Ваня, знаете, вот такое чувство, ну, я не знаю, я даже могу передать слова, ну, у нас было твое решение его просить, без убитки, неважно кто, я захожу в кабинет, капитан этот, там, говорит, так, давай, быстрее заявление, пиши, заявление мы его посадим, я говорю, знаете, я же могу не писать заявление, вот такое, можешь, а почему ты его не будешь не писать, вон, он должен сидеть в тюрьме, говорю, как в том фильме, я говорю, ну, я же не им право, мы же не им право не писать заявление, он сам на нас кричать, вот вы все такие, а потом и за вас, а потом еще кого-нибудь ограбят, вы понимаете, да, вот вы, вот, вместо того, короче, мы не стали писать заявление, и ушли, полгода, ничего не происходит, где-то через полгода, часов в пять утра, звонок в дверь, а у нас, у нас пятый танец был, иногда люди вот, с первого поднимаются, поднимаются, и иногда упираются, ну, бывал, и начинают звонить, ну, точно, дальше некуда, ну, как бы, и начинаем звонить, ну, я встаю, такой, утро ранее, открываю дверь, вы не поверите, стои к вами, полгода спустя, встал на колени, перед порогом, я говорю, Ваня, заходи, говорит, я не могу к вам зайти, простите меня ради Христа, без оплаты, я подумал, что ради этого стоило его простить, я не знаю, он судьбу, он исчез из нашей жизни, что с ним, он просто ушел, и все, где он сейчас, да потом мы узнали, что он украл, синтезатор, цехи, и, ну, я не знаю, не помню, как это он, показания выдавал, там, что, не помню, в том, что мы точно знаем, что он украл, я просто его, тогда Ленинград был, ну, вернее, в Санкт-Петербург, ну, короче, просто я продал, вот, и я подумал, может, вам эта история пригодится, если бы мы его засадили в тюрьму, как вы думаете, что бы он о нас думал, ну, да, он вроде как не виноват, и он нас там воровал, да, вроде бы мы тут ни при чем, но, может быть, он, ну, хорошо бы он о нас не сильно бы думал, да, может быть, он не стал помстить, каким-то образом, но все равно, и за нас, и за этого случая, он там несколько лет получил бы в тюрьме, может быть, он сейчас сидит, я не знаю, за другие преступления, но это уже не наша вина, но тогда, когда мы его простили, по-христиански, проявили вот эту милость, Бухию, знаете, вот это, его слезы, и вот это прости, дорогого стоило, для нас, Лены лично, и, я говорю, не для Господа, аминь, вот такая у нас была история, ну, и самая удивительная история, в это время, мы уже жили в квартире, когда мы с Леной поженились, у нас ничего не было, сейчас молодежь, как говорят, я могу пожениться, или уйти замуж, если у тебя есть квартира, да, хороший доход, правильно, ну, то как меня будешь обеспечить, ну, мы как бы так, ну, слава Богу, полюбили друг друга, мы уже с родителями три года, и как только мы поженились, у меня несколько раз были такие вот, я это называю слово от Господа, я не знаю, оно приходит неожиданно, и почему оно приходит, я не знаю, и куда оно уходит, я тоже не знаю, я просто сказал тогда, правда, это история, когда рассказывали, он говорит, это каждый раз добавляется, оно все красивее, красивее становится, и я думаю, это было правда с нами, я иногда думал, может, Лен, ты расскажешь, а потом она говорит, слушай, ты здесь чуть-чуть приукрасил, ну, у меня не так, может быть, нафига, ну, короче, ладно, расскажу, как я ее знаю, потом у Лена уточнить, и я сказал, Лен, когда 5 лет, мы проживем вместе, мы будем жить в своем доме, а мы жили с родителями, у нас никаких перспектив было, ну, я сказал, мы об этом забыли, не то, что мы каждый день стали считать, полюбить, вот, давайте, еще там, три год остался, до нашей мечты, нет, мы просто забыли об этом, обо всем, мы оказались чудесным образом на красном октябре, это отдельная история, как мы оказались в этой двухкомнатной квартире, тоже чудесная, не менее, вот, и мы празднуем, пьем чай на петелегии, дома, пьем чай, правильно ли? Сидим за столиком маленьким, лежит рядом газета, истинские вести, мы ее не выписывали, я вообще не знаю, как она там в доме, и я переворачиваю газету, там написано, меняю дом на квартиру, первой попавшейся газеты, и у меня, бам, лампочка внутри, я поняли, мне прям как, мне Господь напоминает, что это, это то, что мы, я вам приготовил, я говорю, Ален, сейчас я допиваю чай, мы едем меняться, дом на квартиру, пятый этаж, без лифта, хручевка, двухкомнатная, ну, кто в теме, тот поймет, кухонька, где можно на том стуле, поворачиваясь, все достать, очень удобная квартира, такая, не конец, вот, и я допиваю чай, ну, Ален говорит, ну, поезжай, а сама так, верит, не верит, не знаю, я сам не сильно верил, я приезжаю, первый пролетарский дом 20, где мы сейчас живем, вот, дом, 9 соток земли, бабушка и сын, я захожу, говорю, здравствуйте, мы с вами будем меняться, я говорю, вы давали объявление, да, давай, мы с вами будем меняться, дом на квартиру, она говорит, а что вы нам можете предложить, я говорю, ну, у нас есть двухкомнатная квартира, хручевка, пятый этаж, она, как раз, смеется, сын ее, вы, вы, спеетесь, вы, что, смеетесь, вы за дом и 9 соток земли хотите получить, нам дать эту квартиру, а у нее ноги больные, бабушка, она говорит, одна из причин, что у меня, ну, у нее ноги больные, вы, вот, я говорю, я не знаю, я беру, да, она говорит, у нас реально власть в море, и действительно, я когда выходил от нее, какие-то там хатчики грузины остановились, вот, смотрите, вот еще, в пакетии едут, такие заходят, красивые, о, хозяинка, давай, договоримся, я ей оставляю телефон, адрес, я ей говорю, я не знаю, я говорю, я говорю, да, она говорит, почему вы ко мне пришли, я говорю, меня Господь прислал, кто вас прислал, я говорю, мне Бог сказал, что мы с вами будем меняться, кто вам сказал, я говорю, я христианин, я ей рассказывал, когда мы повинились, 5 лет, мне Бог сказал, что мы повинились, когда я сегодня пили чай, я увидел объявление, и Бог ей сказал, это ваш вариант, но я ей пришла, адрес, оставляю, это был июль, июль проходит, июль проходит, август проходит, Лена, уже так, по-другому подскучит, ну, где наш дом, а я, ну, я сам, я говорю, я выполнил то, что я должен, я тебе знаю, ну, что, мы же не можем Господу приказывать, да, ну, я просто взял и сделал, в сентябре, в сентябре, звонок, июль, сын пришел, здравствуйте, мы будем с вами меняться, бабушка, да, мне приходилось смотреть квартиру, когда мы переехали на ноябрьский, где там, оформляем документы, на седьмой, мы прямо переехали, только тогда она первый раз пустила кошку, и сама зашла, я вот, так, я, я, первый вечер смотреть квартиру, правильно, что мне предлагают, что мне предлагают с тюхилами, я потом у них спросил, история этого удивительная, чем, как Бог заботится о детях своих, как он нас благословляет, я говорю, а почему вы с нами решили поменяться, а мне бабушка говорит, знаете, говорит, я сижу, пола окошка, ну, у меня ноги больные, я сижу, пола окошка, а чуть дальше жила семья, ну, она сейчас там живет, мы как-нибудь, кто знает, по-наси живут, и дальше, у них много маленьких деток, а магазин тут на горе, получается, когда они идут за хлебом, за молоком, они идут мимо наших горов, и он говорит, я сижу около окошка, смотрю, один ребеночек пробежал, второй, а она знала, что они христиане, как-то, это, кстати, слово о том, что надо, почему нам важно благовестить, таким образом они рассказали ей о Христе, она говорит, я знала, что это христианская семья, и вдруг они пробегают, и я как-то раз вспоминаю, Бог мне сказал, Бог мне сказал, поменяться с вами, Бог мне сказал, и понимаете, да, вот такое свидетельство, для меня удивительно, короче говоря, мы поменялись, и вот таким чудом получили вот этот дом, 900 к земле, самое большое чудо в нашей жизни, вот, так что, будьте внимательны к тому, что Бог делает в вашей жизни, когда мы стали, мы сделали, стали пристраивать, домик был маленький, мы там жили в нем и пристраивали, первый, так, второй, вот, слава Богу, за все эти времена, денег не было, в 90-е годы, потихоньку, папа сильно помогал, другие люди, и есть еще одна удивительная история, связанная с финансами, вот, мы когда уже сделали первый этаж, да, в субботу вечером был у нас строитель, хороший наш брат по христе, родственник кое-кого из 10 присутствующих, догадайтесь сами, вот, а он хороший штукатурный, вот, и он пришел к нам в субботу, я, папа и он, мы были втроем, и папа говорит, давай посчитаем, сколько будет стоить штукатурка, первую этажа, ну и там дома, посчитали там, квадратными метрами, многим на те цены, короче, говорит, 700 долларов, ну это и сейчас сумма немаленькая, а тогда это было, ну что-то невероятное, ну, у меня вообще копейки в кармане, это было суббота вечер, ну, все, посчитали, как говорится, и, ну все, денег нет пока, вот, узнали цену, воскресенье, я пошел в истру, на богослужение, у нас в истре, было такое правило, у нас, не знаю, работа главного седьмой церкви, целевой пожертвования, работает, да, целевой пожертвования, посмотрите, когда идет вешенчик, да, вы можете положить деньги, тогда эти деньги идут в церковный бюджет, то есть они принимаются, ну, кассиром, и распределяются по статьям наших бюджетов, но вы можете взять конверт, и написать, например, на молодежь на служение face to face, и положить туда, ну, тысячу рублей, это значит, что эта тысяча пойдет непосредственно на это служение, или вы можете написать, на лечение, там, сына семьи такой-то, ну, там, условно говоря, или вот, кому-то, вот, Саньку, вот, Сашу Белову, и значит, эти деньги идут непосредственно ему, и вот мы в церкви, у меня всего один раз в жизни было целевое пожертвование для меня лично, на следующем воскресенье ко мне подходит Яков Нас Николай, и говорит, пастор Игорь, вам целевое пожертвование, и я такой, ну, это первый раз, и, кстати, и последний, ну, с тех пор не было, я так не привык, он говорит, пожалуйста, возьмите конверт, я открываю конверт, начинаю считать, сколько вы думаете, там был денег? Семьсот, тысячи долларов. Ровно, семьсот долларов. От кого? Знаете, я до сих пор не знаю, кто это сделал, а я вот, во-первых, это история о том, как правильно жертвовать Господу, или помогать людям. Один путь, а тут, кстати, в Библии написано, когда вы сделали это открыто, ваграм, я тебя люблю, благословляю, бери пять тысяч, ваграм, такой хороший пастор Игорь, да? При случае, я его тоже, наверное, благословлю, не видишь, правильно? Ну, как бы, такие мысли. И ты начинаешь, ты меня похвалил, я тебя похвалил, и мы уже получили награду свою, правильно? Так, в Библии написано, мы уже получили награду свою, потому что вы это сделали открыто, похлопали друг друга по плечу, и даже стали друг другу чем-то должны. Ну, потому что, ты понимаешь, он, слушай, добрый человек, я его обижать не буду, давай грамм, он так хороший, он так помог. Вот, а библейский путь такой, пусть правая рука твоя, не знаешь, что делать лево, и отец, кто видящий тайны, возрастет тебе явно, эти люди, кто пожертвовал 700 долларов, значит, что произошло на самом деле? Во-первых, каждый раз, когда я рассказывал эту историю, мы их следы благословляем. Прошло уже сколько? Середина девяносто, это было, и в середине девяносто? Ну, короче, больше тридцать 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 лет, двадцать пять лет. Двадцать пять лет мы их благословляем. Я верю, я верю, что Богом уже воздал за это пожертвование. Вот, я не знаю, как, но я вот уверен, я не знаю их имена. Я верю, что они сделали это чистым сердцем. Но меня удивляет другое, почему, и так было несколько раз воздействовать. Когда Бог дает ровно столько, сколько тебе нужно, ну, хотя бы 800 баллов. Не, ну, иногда мы как развертаем, да? Но Бог нам дает ровно столько, сколько нам нужно. И опять, это путь веры, это путь доверия Господу, это путь благословения. Путь доходит благословения этих людей, кто это сделал. И пусть эта история немножко и нас научит жертвовать. И что-то делают для других. Если вы видите нужду кого-то, знаете, некоторые к вам договорят, говорят, ну, что я буду 100 рублей давать? Вот если у меня было бы 1000, я бы дал. Мне сегодня один друг, близкий, и он сказал, Игорь, я тебя хотел финансовым благословить, но не буду, пока денег нет. Я его обнял, благословенному, через письмо, спасибо. Он добрый такой, открытый человек. Понимаете, даже если я из 100 рублей, сделай это для Господа, войны Господа. Не думайте, вспоминайте историю про Дерев, про Вдову. Помните эту историю? Она дневное пропитание отдала для Господа, для 100 рублей. Поэтому измеряйте что-то не в рублях или в долгах, а в любовь в нашу сердце. Делайте это, не стесняйтесь. Пусть это будут маленькие такие посевы, которые вы будете сеять во славу Божию. И однажды это даст результат в плод вашей жизни. Аминь. Скажите это за мину. Так, мы увеличимся уже к концу. Я и так немножко затянул. Хотелось просто все эти истории рассказать на этом собрании, пока видео записываю. Так, духовное образование. Я учился все это время в... Ну, я там было много разных курсов, но самое главное мое образование это теологическое семинарие. Оно называется американское Атланта School в Bible Studies. Мастеров Девиники. То есть я закончил семинарию, мы получали диплом там в Атланте. То есть семинария там, а учились мы здесь. Была такая система, приезжали как в Сарап, и мы многие годы учились. Слава Богу. Ну, я не хочу сказать, что именно вот это образование, прям, координатно... Ну, да, во многих вопросах мне оно помогает, но и личное изучение слова Бога, оно, конечно, и общение с Господом, оно дает больше результатов. Мы начали церковь в 1998 году, церковь Откровения, об этом я рассказывал в прошлом свидетельстве, пропускаю. В 2008 году мы оказались здесь, в Гедовске, и у нас сначала было два параллельных собрания, потом мы, слава Богу, в каком-то этапе договорились сделать одно собрание воскресенье общим, мы стали общаться, дружить, как бы мы ставили отношения, и вот этот период нашего служения, церкви Откровения, знаменателен, ну, там было много ярких событий, я просто их не хочу сейчас говорить, потому что я их рассказывал в прошлом свидетельстве. Одно наиболее, наверное, яркое, что сегодня живет, реально, это движение Face to Face, слави Бога. Какой у нас планируется выезд по счету, кто мне напомнит? 12-й? 13-й. 13-й выезд, на следующей неделе состоится Face to Face. А все началось с того, что мы сначала делали наши церковные лагеря, откровения, потом мы встретились с двумя пасторами, у них тоже маленькая церковь, и мы говорим, а давайте попробуем что-то общее сделать. Вот так появилось движение лицом к лицу, где можно молодежь встретиться не в интернете, не вконтакте, еще где-то, а вот реально там несколько дней, неделю или три дня провести вместе. И, конечно, все эти выезды, церковь, согласитесь с этим, они очень благословенные. Аминь? Аминь. Они не забывают, через эти выезды, наверное, прошла вся наша церковь, и, конечно, эти слезы покаяния, слезы обновления отношений с Господом, исповеди, которые там происходят. И многие спасенные люди и в нашей церкви, и в других церквах перешли через это служение. Слава Богу за это служение. Вот. Но теперь о службе. В 13-м году произошел кризис в нашей церкви, но он параллельный в церкви преображения был. Еще раз, мы собирались параллельно. Значит, что произошло? Что целый ряд наших людей, служителей, по разным причинам подпали под разного рода влияние. Одна семья ушла, говорит, у вас очень современная церковь, где мы пойдем более консервативно. Ну, я не буду говорить фамилии, кто-то догадывает, о ком я говорю. Я помню, я их уговаривал. В буквальном смысле уговаривал, я говорю, что следуйте за Иисусом, а не за форум исполнения. Кстати говоря, с апеллерией, они уже туда не ходят. Я встретил недавно их, и я был очень огорчен. То есть вера у них, они ушли оттуда, и сейчас живут, ну, как, насколько я говорю, они будут православные? Ну, для меня это почти все равно, что. Вот, ну, к сожалению. Но, но другая часть людей из нашей церкви, из нашей церкви преображения, там разные, это разные все истории, подпали под влияние уже учителей, уже учений, и несколько ключевых лидеров ушло от нас, ушли из церкви преображения, из семьи одна. И вот это было такое трудное время, потому что, ну, для меня лично, я много молился, постился, и Бог мне послал видение. Или видение, я не знаю, как это правильно сказать. Я до сих пор, это было 13 февраля 2013 года, я до сих пор, не знаю, спал я, или это видел наяву, но это не важно. Я реально видел церковь, нашу, церковь преображения, мы стоим на высокой горе, высокая гора, без стен, мы бегаем друг друга за руки, дуют сильные ветра со всех сторон, я понимаю, что это ветра, он для ручений. И мы пытаемся кого-то держать за руку, как церковь, и вот некоторые люди прямо вот висят в воздухе, и потом мы ну их держим, держим, и они же само улетают. Я видел эти лица этих людей, кто улетел, меня же всегда спрашивают, ну, Игорь, расскажи эту часть твоего видения, кто улетел. Я уже как бы всех говорил, что те и улетели. Ну, я безумен говорю. Я просто не хотел, ну, я не хочу говорить о людях заранее, потому что я это, мне это Бог показал, вот, но у меня была надежда, что наверно что-то можно изменить. И Господь мне говорил громким голосом, ну, Леон, или Ангел, я не знаю, голос, звучит голос. Строить стену. Я в таком отчаянии, понимаете, церковь улетает, что мне еще раз следует, знаешь ли церковь преображения, мы стоим все вместе, в одной кучке, вот, на горе. И потихоньку, от нас люди улетают, ветры, и голос, строй стену. Я говорю, Господи, что строить, какую стену? И, кстати, я говорю, два простых слова, две простых истины, на чем я сегодня стою. Иисус и его слово. Иисус и его слово. Иисус и слово. Но я не услышал. И потом, в следующей части видео, у нас появляется стена вокруг нас, ветра продолжают дуть, но мы в безопасности, потому что Иисус и его слово Божие ограждает нас. И я увидел конечную часть моего видения, вот из этого угла, помните, мы как-то развернули зал на несколько собраний, вот я именно вот с этой точки увидел переполненную нашу церковь, переполненный балкон, и людей вот везде было чрезвычайно много. Я верю, что вот эта часть, вторая часть видения, что впереди. Я очень рад, что Бог уже нас ведет к этому. И Господь мне сказал тогда, объединяйтесь, объединяйте две церкви. Я помню этот совет, когда мы собрались здесь, я сначала сказал на нашем совете, говорю, братья, Бог мне говорит, нам надо объединяться, меня никто не поддержал. Я помню этот разговор, меня никто не поддержал. И все говорят, но это невозможно, это нереально, мы разные, у нас свои церкви, свои представления, свои свидетели, свои финансы. Я не знаю, я тогда сказал в 13-м году, 4 года. Я благодарен пастору Юлию, что мы шли к этому. Это были не простые годы, как я сейчас перехожу, ну, последние 5-ти годов моей жизни, да, служения. Но в 17-м году мы объединились. И я думаю, это было большое благословение для всех наших. И мы радуемся тому, что церковь растет, предлагаются спасаемые к церкви. И самая большая радость, это спасенные люди, как я сказал, молодежь, чертовы веры, принимали крещение. Слава Богу за всех вас. Многие из вас были после 17-го года пришивцы. Правильно я рассказываю? Ну или где-то вот в этот период. Да, и что у меня произошло? Я... Дверь, два таких духовных важных событий за эти 5 лет. Во-первых, я стал проповедовать слово. Я и раньше проповедовал, я всегда проповедовал. Еще и в нашей церкви, когда только уверовал с 80-х годов. Но сейчас, последние вот эти, с 13-го года, у меня проповедники поймут больше, я получаю ремо. Что такое ремо? Это слово, обращенное лично для каждого человека в конкретной ситуации, в конкретное время, это откровение, которое меняет жизнь людей. То есть в каждой проповеди, я об этом много молюсь, много готов, что Бог дает мне это слово, ремо, которое является откровением, прежде всего, для меня смогу, для моего укрепления, моей веры, и для других, слушателей нашей церкви. Вот сейчас на моем YouTube-канале скопилось вверх 100 таких проповедей. Вот я вас, кстати, просил подписаться. Сделали подарок мне? Ну ладно, вернемся к этому подарку, еще походим, второй части. Может быть, просто для кого-то из вас это будет ободрение. Я не хочу хвалиться, я хвалюсь только Господом, но это слово стало живым, действенным. И многие люди из других городов и даже стран смотрят и не седаются и так далее. Слава Богу, я очень рад. Еще одно очень важное, очень важное достижение за эти пять лет моей жизни. Я каждый день молюсь на коллегах. Знаете, у нас во время пандемии произошло 9 событий в церкви. Я не знаю, кто был бы инициатором до сих пор, но два месяца мы без остановки молились. Два месяца люди брали время и у нас колесо молитвенные, как мы его называли, оно крутилось. Я не знаю, почему это колесо остановилось сейчас. А? Да, круглые сутки. Просто 24 на 7. Круглые сутки. Два месяца мы молились ануши, друг за друга. Я не знаю до сих пор, почему это колесо остановилось. Я уже говорил как-то об этом. в церкви. Кстати, мы, может быть, нам его попробовать еще раз запустить, но я вам хочу свидетельствовать. Мое колесо крутится. Мое молитвенное колесо не остановилось. Каждое утро в 6 до 7 утра я продолжаю молиться Господу, читать Его Слово. Я в присутствии Господнем молюсь. И это самое большое благословение в моей жизни в последние годы. Я не раньше молился на коленях, но это не было регулярно. Я думаю, многие из вас это могут сказать. Да, мы встаем на коленях, но сейчас у меня нет, я без этого времени я не могу жить. Понимаете? Для меня это чрезвычайно важное время. О чем я молюсь? Я молюсь о работе, молюсь о церкви, молюсь за людей, молюсь за семью свою, поименно, как она всех называет. И знаете, я верю, что Господь меня слышит. Это важное время. Я просто хочу вам это сказать нет ничего более сладостней, чем быть в присутствии Господня в общении с ним. Попробуйте, если у вас этого времени нету. Ну, я понимаю, может быть, это не таким лифтинг принимается. Завтра я начинаю молиться. Надо искать Господню этот процесс духовный. Мы благословили Господь, чтобы мы искали Господа всем сердцем и всей душой. Ну, и я уже сказал, что эти годы были очень сложные для меня в плане долгов, да, вот так долги появились с разных сторон. Я стал работать в такси. Пришел на два месяца в семнадцатом году перед свадьбой моей любимой доченьки Олеси. Думаю, надо тут заработать, чтобы, ну, помочь со свадьбой. Там, когда немного заработал, но не успел еще чуть-чуть там совсем до свадьба. Пришел на два месяца и работаю за три с половиной года. Есть плюсы, есть минусы в такси. Пастор Юрий давно как-то работал. Есть минусы, есть плюсы, но я считаю, что плюсов больше. Значит, ну, во-первых, это свободный график. Свободный график. И это не очень хороший день, если ты не ленишься. И ты выстраиваешь отношения с людьми, которых ты возишь, ну, и с таксистами, которые рядом. Знаете, как меня прозвали в такси, мои таксисты? Знаете как? И когда я пришел в такси, мне говорят, ну, я стал знакомиться, они говорят, ну, ты кто? Я говорю, ну, вот, человек. Я говорю, я не пью, не курю, матом не ругаешься. Чего? Ты матом не ругаешься? Не куришь, не пьешь? Какой же ты таксист? Мы тебя научим. И я говорю там одному, с моим другом по такси, я говорю, я даже водку не пробовал. Ты водку не пробовал? Она такая сладкая. Я тебя такая не бою, бесплатно. Я говорю, подожди, все говорят, что она горькая. Не, 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 ты такая вот. Знаете, за три с половиной года свидетельствую перед Богом. Я не пью, не ругаю, и мат, и не курю. Вот. Но зато они меня прозвали Спасибочки. Там у таксистов есть лички. Одного зовут мне ТАСС. И другие расскажут. Вот. А почему они стали говорить Спасибочки? У меня кличка Спасибочки. И потому что я когда стал принимать заказы, я думаю, я буду говорить спасибо диспетчеру. Я принимаю заказы, я говорю, спасибо. Они говорят, я постоянно говорю спасибо, спасибо. Они говорят, ты можешь переключить свою пластинку. Ну, короче говоря, остался я Спасибочки. один такой ну, недруг злостный такой сначала у меня посходит на меня и говорит, ну, как дела, баптистский поп? Мне так смысловно. Я говорю, Серёж, он говорит, бог и тебя любит. И как-то я его встретил на заправке вечером, а у него было такое трудное время. Ну, я просто, я не знаю, почему, мы случайно встретились. И я его огнял на заправке. Понимаете, он меня, ну, как бы, ну, ты можешь издевается надо мной. А я ему, ну, просто приобрел, Серёж, благослови тебя до сколько. И он после этого, как будто, знаете, вот изменился. Я говорю, я говорю, ну, чтобы никто не обнимал в жизни. Я не знаю. Просто, вот такое свидетельство. Один, другой мой хороший товарищ, Патарсей, со мной здоровился так, открывает окошко, мир тебе. Я говорю, с миром принимай. А ещё один, тут он рядом, на соседней улице, он знает нашу церковь, потому что он пробит её, треск. И он говорит, он слушает мои проповеди на YouTube-канале, говорит, Игорь, ну ты заргнул, ну ты вчера заргнул. А я думаю, слава Бог, кто-то, хоть кто-то слышит эти проповеди. Вот. Ну, это такие свидетельства. И ещё одно свидетельство о любви моих детей. Знаете, я последние годы много работал, у меня не было отпусков, пришла вот эта пандемия, вот этот карантин, и, ну, у меня это, по сути, единственное средство для обеспечения семьи. Плюс я ещё хочу долги отдать, я хочу не только зарабатывать, для семьи, понимаете, да? А мне надо зарабатывать больше, чтобы ещё и долги отдавали. Вот. Ну, я продолжаю работать, все уже перестали работать, возить, там всех напугали, и звонят мои любимые доченьки с сыночками. Андрей, в столице, здесь сегодня, Тома, Света, они в Америке, и говорят, папа, папа, не работай, пожалуйста, тормозни. Тормозни. И они перечислили деньги на карточку, я три недели, три недели отдыхал. Слава Богу за моих детей. Я подумал, знаете, вот, для кого-то эта история скажет, ну, что подумаешь, дети помогли, оплатили семье, там, месяц, ну, там, три недели, да? А для меня это пока, я до слёз, знаете, я думаю, слава Богу за моих детей. Аминь, да, доченьки? Да, доченьки? Слава Богу за вас. Хорошо. И Бог благословляет меня здоровью. Вы не поверите, я вожу в такси в среднем в районе 50 человек разу, за день. Представляете? Умножьте это на шесть дней работы, я, по принципу, шесть дней работы седьмой Господу Богу. Представляете, сколько я людей вошел? Иногда ко мне застакивает девушка молодая, вся зелёная, а ты прям, фу, здравствуйте, мне до магазина обратно. Мне сказали не выходить, мне только туда. Я говорю, подойдите, а вы обо мне подумали? Она такая, типа, а что, ещё и о вас надо подумать? Вот. Ну, знаете, я вам свидетельствую, за все годы работы в такси три с половиной года, я ни одного дня даже по температуре не пропустил. У меня даже гриппа не было. И я благодарю за это вопрос. Я не хвалюсь, я просто Богу молюсь. Хотя, вы понимаете, какие-то зоны риски, особенно сейчас, когда пандемия, маска, ну и так далее, кто-то чихает тебе в затылок, ну, ты же не можешь, люди садятся, они, кто-то неумышлен, но они не думают о безопасности водителей, ну, то есть, их они действительно могут. Вот, пусть Господь благословит. Я вообще сейчас понимаю, что здоровье, самое важное, что мы можем друг другу желать, раньше я это через запятую желал, а сейчас первым пунктом я создаю, чтобы было крепкое здоровье, которое нам Бог уже дал, его нам надо сохранять, беречь, и Божье благословение, нам надо здоровье и Божье благословение, все остальное мы заработаем, аминь, все остальное у нас получится. Ну и все, пожалуй, да, вот еще одно, ну, концу, тоже, кстати, про финансы, тут почему-то так много долгов, вот еще одна история из этой серии, как у меня появились долги, это был такой год, Татьяна, где-то, я-то вам расскажу, как у меня для ферсонов привезло, неважно, это было, наверное, 15-16 год, ну, короче, вот в этом году, значит, я скопил определенную сумму денег, да, это был 16-й год перед работой в такси, точнее, не работал в такси, а начинал я в 17-й, значит, это был 16-й год, да, в декабре я скопил сумму определенную на накачке Сбербанка, ну, мы планировали, я не знал там точно, куда, почему, не помню, планировали мы ехать, и планировали просто, там было 99 тысяч рублей, понимаете, да, сумма, не маленькая, и я еду на собрание, на родственское собрание в церковь, 24-го декабря, короче, опускаю немножко эту историю, бам, деньги у меня исчезли, я должен проповедовать, все, ну, то есть у меня мошенники украли эти деньги, 99 тысяч, фу, я такой, мне говорят, я позвонил бабу, они говорят, ой, не переживайте, хорошо, что вы быстро позвонили, в течение суток, а девушка там сидит с компьютером, ваши деньги еще на счету, они даже не ушли, это виртуальная операция произошла, а деньги еще тут, поэтому приедете, напишите заявление, значит, и, соответственно, мы вам их деньги вернем, ну, и на следующий день приезжаю, пишу заявление, и Сбербанк мне красиво отвечает, вы сами виноваты, мы вам ничего не должны, и т.д., и т.п., официальный ответ, я такой расстроенный, получил эту бумагу, ну, я помню, а мне эта девушка говорит, там, операционистка, вы идите в полицию, напишите заявление, тогда можно сказать, что они начнут делать, а без полиции они вообще ничего не будут делать, ну, я просто в полицию, написал заявление, полиция начала переводить, а сделка, там, Москва, в Дедовск, там, типа, вот это делает, короче говоря, а Сбербанк еще раз получил архив, без полиции запрос, им написал, он сам виноват, он дал кому-то пин-коды, то есть, ну, меня зашли на мою страничку, как это называется, клиентбанк, реально зашли на клиентбанк, и сняли деньги, то есть, ты им дал свои пароли, из детали, ты сам виноват, ну, и все, я, короче, получил ответ, полиция, вот это дело моё, скрутилось, скрутилось, год проходит, в конце концов, из Дедовска приходит, мы ваше дело закрываем, потому что мы никого не нашли, и все, ну, я уже и забыл про эти деньги, ну, как вы, понимаете, да, и вот целый год, я, помогите ему выключить, потому что вы накрасили, и целый год, я, когда уже стал работать в такси, посвятил тому, что он, в Ферсановке, где Татьяна Петровна, там новая церковь стала образовывать, я целый год, повторником, каждый вечер ездил, проводил малую, ну, понимаете, туда ехать, и по времени, и по деньгам, то есть я тратил бензин, время, вот, ну, там у нас группы выросли 20 человек, я понимал, что это мое служение Господу, помимо того, что я вот здесь служил, по вторникам я туда ездил, и вот, помню этот апрельский день, я еду именно прям со служения, с Ферсановки, и очень трудная такая финансовая ситуация, там еще всего так накопилось, и я еду, молюсь Господу, пою песни, и вдруг такой, через телефон, бам, я еще не открыл его, и я вдруг и почувствовал, что это деньги, открываю, 99 тысяч пришли от Сбербанга, это было два года спустя, и кто-то скажет, ну, это совпадение, это потому, что они там, так долго стали расследовать, а я понимаю, что это особое минус Господу, и благодарность для меня, ну, это все, это про финансы, и последнее, и мы будем молиться, самое ценное для меня, это молитва благословения, я хочу, чтобы сейчас вы помолились, надо мной, вот, над моей семьей, знаете, в этом году, произошло такое событие, в нашей церкви, только, у нас в Крещении, когда в Амкустике было, получается, прям в этом месяце, что это? Оказывается, прям недавно было, просто столько событий у нас в Амкустике, знаете, у нас было крещение, у нас 4 человека приняли крещение, и мы молились здесь в церкви, мы помолились над крещаемыми, и потом, у нас есть одна сестричка, я не буду ее иметь говорить, она говорит, а я хочу обновить свои отношения с Господом, чтобы снова обо мне помолились, и помазали меня Илеем, во имя Господне, и вот так вот, наверное, 8, или я не считал, наверное, 8, или 10 человек вышло, встали на коленях, и люди молились некоторые со слезами на глазах, и мы молились над ними, и мазали их Илеем во имя Господне, я вот подумал, насколько это благословенные моменты, когда над нами могут молиться в церкви, я вот про все, понимаете, можно провести день рождения дома, и даже помолиться перед пищей, за столом, ну, я не говорю, что это плохо, но гораздо более благословенно, когда вы можете какие-то события, свадьбы, дни рождения, молитвы над детьми, или, может быть, просто обновить свои отношения с Господом, как это было после крещения, вот, сделать в церкви, в присутствии Господнем, в присутствии церкви, потому что где двое или трое, там Господь посреди нас, я не знаю, для меня это большая ценность, именно поэтому я вот первую часть своего дня рождения свидетельства говорю вам в церкви, потому что, если я бы мог это сделать во вторник, или в субботу, но это не была бы церковь, а для меня важно вот это благословительство было здесь, не знаю, вы слышали меня, поняли, у меня нет моего мысла, чего, кстати, и вам желаю, не стесняйтесь, молиться о том, чтобы над вами молились и благословляли, и мы нуждаемся, идите сюда, пожалуйста, молитвы Лены, Лена, Олеся, Андрей, Максимка, идите сюда, мы переходим к молитве, где Максимку, найдите вам, Андрей, никто не знает, где Максимка, сейчас не списает, так, вот, к сожалению, да, ну идите сюда пока, вот, вот, так что семья сегодня не в полном составе, у нас еще есть Светочка и Тон, которые живут в Америке, ну из-за вот этой вот пандемии, не могут они прилететь, самолеты не летают, ну, кстати говоря, за эти пять лет, какое событие в нашей семье так произошло? У нас появился сын, Андрей, в семнадцатом году, у меня была свадьба с Олесей, знаете, я тоже долго молился, конкретно молился, Господи, пошли мои доченьки, того человека, которого ты предназначил, и вот он появился, чудесный Андрей, слава Богу за тебя, мы очень тебя любим, да, Лид, и мы все довольны на сто процентов, таким подарком от Господа, понимаете, мы иногда можем сами искать себе фенихов или невест, но гораздо лучше, когда Господь посылает навстречу, потому что вопрос выбора спутника жизни, или спутника, вопрос, после спасения, вопрос номер один, первый поважен в вопрос спасения, второй вопрос, будешь ли ты счастлив брать, или несчастлив, хочу всем вам пожелать, особенно тем, кто еще в поиске находится, в молитвенном, молитесь, молитесь так, Господь, пошли мне навстречу человека, которого ты мне предназначил, с кем я буду счастлив, и с кем я могу смыть Господу, и Господь вам просвет, хорошо, вот, да, и последнее, я вместо священного Писания хочу сказать, всем нам, мы помолимся, вместо священного Писания такое, чтобы вы знали, мое сердце, знаете, о чем оно будет радоваться, если вы хотите меня порадовать в ближайшие 5 лет, замечательное место, для меня нет больше радости, как вы думаете, какой? Как слышать, что дети мои, то есть вы церковь, дети мои духовные, и дети мои, семья моя, Максим, Калечечка, Андрей, Свет, и Том, ходят в истине, для меня нет больше радости, вот, если хотите вы меня порадовать, ходите в истину, ходите перед Господом, любите в общем сердце, пусть на моих глазах происходит ваше покаяние, крещение, духовное обновление, венчание, благословение детей, и вот это все будет меня радовать до света, я вам говорю истинник как служитель, как отец, семьи, это меня будет радовать, если говорить про семью, и как отец, ну, в плане церкви, духовный наставник, это меня будет радовать, как служитель церкви. Хорошо, мы сейчас, мы сейчас помолимся, я хочу предложить нам так помолиться, мы встали на колени, я помолюсь от имени семьи, потом попрошу папу, я очень рад, что сегодня папу с нами, мы 82 года, и он, мамы, все время нету, но она была на 45-летие, я недавно смотрел фотографии, она была, я помню, она ее поздравляла, это было 10 лет назад, вот, а папа есть, он служитель церкви, и пусть он помолится надо мной, позволь в руки, так я попрошу и пастора Павла Петровича, Юлия, кто у нас чистый, по мне, я говорю, да, положу, ну вот в этот район, выйдите, пожалуйста, сюда, и Юлия, я попросил бы, что он помазал нас елеем моими Господнями, сначала папа помолится, потом Юлию, и вот так вот мы помолимся, давайте, встань, пожалуйста, для молитвов всех, а вы, пожалуйста, молитесь, искренне за нас, Господь Иисус, перед лицом Твоим, перед лицом церкви, перед лицом своей семьи, своих родственников, я стою перед Тобой на коленях, и не только я, но и моя любимая семья, Господи, до этого часа ты нам помог, помогал, благословлял, я благодарил за все милости, которые на невозможность сосчитать, я благодарю Тебя, что Ты вел меня этим путем, и до сих пор ведешь, мне сейчас еще не все понятно, почему я прохожу, и вот эти последние пять лет были трудными временами в моей жизни, но я верю, Господи, что на это есть Твоя святая воля, и что-то Ты хочешь через это мне еще сказать, научить меня чему-то, открыть новый горизонт, я хочу идти за Тобой путем веры. Благослови, пожалуйста, нас всех, физическим здоровьем, прежде всего, нашу семью, каждого в отдельности, и Аленку благослови, и Тома, и Светочку, и Андрея, и Олесечку, и Максимку, благослови нас духовно, чтобы мы доверяли Тебе, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы поддерживали друг друга, чтобы мы заботились друг о друге. Благослови, Господи, посмотри все наши нужды, и мы все Тебе доверяем, и мы верим, что, да, тот Бог, который впереди нас, и Ты все знаешь, прежде нашего прошения. Мы доверяем Тебе нашу жизнь, нашу судьбу во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, этот час, и 10 братьев стоим перед Тобой. Мы выслушали, Господи, удивительно, о жизни христианина, и мы услышали о тех успехах, которые дали эти служения перед Тобой. Мы имели здесь очень ветхий молитвенный дом, ряный из шпал, пахло, но мы молились, Господи, всегда, чтобы Бог изменил эту ситуацию, и сейчас у нас чудесный молитвенный дом, вот эта постройка, она удивляет нас. Мы, не имеющие ничего, обладаем такими возможностями. Просим, благослови, Господи, всех тех, кто ищет правду, чистоту жизни и исполнение Слово Божьего, они могли найти здесь. Дай, чтобы здесь, в этом здании, звучали удивительно, чудесные гимны и песни, которые бы прославляли и Тебя, Господи, и были бы услады наших сердец. славу, благодарность Тебе за молодое поколение, сейчас вот маленькие дети, дети и мальчики, девочки, и значительный вот такой отряд, они, Господи, близкие к Богу. Дай, Господи, чтобы они выросли и были Твоими, нашим Господь. За все Тебе слава, Отец, Целый Дух Святой. Аминь. Отец Небесный, благодаря Тебе сердечно за то, что Ты так сильно любишь каждого из нас и эти прекрасные свидетельства, которые мы слышали сейчас, они действительно вдохновляют и ободряют каждого, потому что это Бог на лице приятный и у Тебя нет любимчиков, Господь, и Ты всех детей хочешь благословить. Боже, слава Тебе за это. Сегодня особенно молимся Тебе об Игоре Владимировиче, жене Лени и о всех детях, Господь. Благословение Твое обогащает, обечаясь Собой, не приносит. Господь, Ты сказал, что я отворю, и никто не затворит, Боже. И пусть эти благословения никогда не прекратятся, но не сходят на каждого из них. Боже, пусть это благословение, откровенное Слово от Тебя, оно и в этом Новом году, и в последующей жизни наполняет сердце Игоря. Пусть тесное молитвное общение с Тобой и радость в молитве, Боже, также сопровождает это служение. Пусть это, Господь, непрестанно происходит в этом доме, и как семейный алтарь, это лично отношение с Тобой. Благословение, Господи, чтобы Дух Твой Святой дополнял каждое сердце, чтобы все были Твоими достояниями, все славили Тебя, и радовались. Даруй здоровья, Господи, которое также необходимо, даруй мудрость, даруй решение всех вопросов, уповать на Тебя, и Ты, Господи, все восполни. И пусть этот дом, пусть этот род, он продолжается и будет благословенным. Боже, мы просим для славы Твоей и на радость друзьям, Отец и Дух Святой. Аминь. Сегодня, Господи, помазывай лицом Твоим и Игоря, и Лену, супругу, Господь Иисус, чтобы милость Твоя была на них, на их взаимоотношениях, Господи, и от лица Твоего, Божия. Игорь, Лена, если Ты будешь слушать глаза Господа Бога Твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют Тебе сегодня, то Господь Бог Твой поставит Тебя выше всех народов земли и придут на Тебя все благословения сие и исполнятся на Тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога Твоего. Благословен Ты в городе и благословен на поле. Благословен, Лена, плод чрева Твоего, и плод земли Твоей, и плод скота Твоего, и плод Твоих волов, и плод овец Твоих, благословенные житницы Твои и кладовые Твои. Максим, помазываю Тебя на имя Царствия и на Дух Святого. И Ты, Сын Своего Отца, наследник, будущий преемник, и благословен Ты при входе Твоем, и благословен Ты при выходе Твоем. Поразит пред Тобою Господь врагов Твоих, восстающих на Тебя. Одним путем они выступят против Тебя, а семью путями побегут от Тебя. Пошлет Тебе Господь благословение в житницах Твоих, дели рук Твоих, благослови Тебя на земле, которую Бог Твой дает Тебе, во имя Иисуса Христа. И поразит Тебя Господь, и поставит Тебя Господь народом святым Своим, как Он клялся Тебе, если Ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога Твоего, и будешь ходить путями Его, и увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на Тебе и убоятся Тебя. Макс, это очень большое благословение. Андрей, Олесечка. Помогу вас, во имя Иисуса Христа. И для вас благословение. Откроет Тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтобы оно давало дождь, земле Твоей во время Своего, чтобы благословлять все дела рук Твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а Сам не будешь брать взаймы. И даст Тебе, Господь, изобилие во всех благах, в плоде чрева Твоего, в плоде скота Твоего, в плоде полей Твоих на земле, которые Бог клялся Отцам Твоим дать Тебе. Сделает Тебя, Господь, благою, а не хвостом, и будешь только на высоте, и не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Твоего, который заповедует Тебе сегодня хранить и исполнять. Иисус, и сегодня это семья, семья, которая всем сердцем служит Тебе и любит Тебя, Господи. Я молюсь, чтобы пришло это время, в которое Ты явишь на них Свои благодеяния и увидят славу Твою на этой семье, Господь, и в потомстве их, Господь, молюсь, Божие, и Том, и Свет, они сейчас тоже перед Тобой, здесь, на этом месте. Склонились свои колени, Господи, и их благослови благословениями, которые Ты даешь Андрею и Олесе. Боже, пусть исполнится Слово Твое на потомстве Игоря, Господь. Благослови и в Максимке, и виславу Свою, Бог, помилуйся Твоей по любви Твоей, называемой Тебе, да прославишься Ты в этой семье, да прославишься Ты в этой церкви, Господь. И в каждом, кто знает Тебя, и любит Тебя, во имя Отца и Сына и Господь. Аминь. Спасибо большое, церковь. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Знаете, еще часть моей жизни, я когда-то в молодости писал песни христианские. Не знаю, почему, в последнее время не пишутся. Но, наверное, три такие песни, которые стали петь христиане из других церквей, но такие стали более известны. Это «Трудная дорога» впереди лежит. Маслены пели ее на нас в свадьбу в 1988 году. Вторая песня, которую тоже поют «Кран двоим прикоснуться, позволь», если кто слышал. Ну и третья, это самая была первая песня, которую я написал, называется «Добрые руки». «Небо к помощи к нам придет». Но я сегодня хотел спеть другую песню, которую я уже 10 лет не пел. Павел Петрович мне на 50-летие говорит «Спой, спой, спой». А я еще не помню, что-то я... Что-то мне тогда не хотелось петь. В общем, я ее 10 лет не пел, все я не стал повторять. Даже слова забыл. Думаю, ну вот тебе. Дожили. Что 55 лет, наверное, уже провал. Хорошо, я хочу просто вам ее спеть. Песня называется «Молитва». Эту песню я написал давно. И, наверное, это действительно моя молитва Господа. Так что вы тоже, пожалуйста, молитвенно послушайте. Че, че, че? Ну, подойдем, еще. Ну, куда едем? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Научи меня молиться, как молился, Боже, Ты. Научи меня смириться, как смирялся Ты, о Господи. Чтобы там, где очень трудно, был поддержкой, то для Я. Научи меня, Спаситель, быть похожим на Тебя. Ты, Ты, Иисус, Мой жизнь и Евгений, Ты, Иисус, лишь истина. Ты, Иисус, вся жизнь моя и судьба. Никогда не покидай, Иисус, меня никогда. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Господи, прости меня грешника, Господи, я прохожу в Тебе, такой, какой есть. Иисус, несовершенный грешник, чёрный, чёрный. Прости, очисти меня, кроме Иисуса Христоса. Ага Церкова. Господи, я люблю Тебя. Я уповаю на Тебя. Всем сердцем, всем душою, всем разумением своим, Господи. Добавляю Тебя свою жизнь. У меня всё право в твоих руках, Иисус. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Аминь. Спасибо. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Если хотите чередились на puesto? Да. Хорошо. У нас есть, у нас именинники. У нас есть гор… Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня.